Естественный ареал обитания этого пушистого зверька – Северная Америка, там, где градусы на термометре редко повышаются выше 30. Впрочем, на своей малой родине он никогда не был, его вырастили в российском питомнике, а 10 лет назад малыш стал жителем Самарского зоопарка. Поэтому тень и холодная вода его вполне спасают от палящего солнца в городе на Средней Волге. А вот эксцентричная парочка Эмма даже рада такой погоде, ведь им гарантирован освежающий прохладный душ, который они так любят. Они могут выдержать жуткую жару, то есть 50 градусов, 60, то что мы, скорее всего, упадем, они где-нибудь лягут там в тени, прикинутся кустом травы и будут спокойно сидеть. Они, в отличие от большинства птиц, особенно голенастых таких, очень любят купаться и плавать. Замечательно плавают, могут небольшую речку типа Киноля переплыть. Аномальную жару в Самаре как нельзя лучше почувствовали на себе животные в зоопарке, ведь в отличие от горожан, они не могут спастись под кондиционером. Прибавилась работа и у сотрудников, ухаживающих за животными, которых здесь около 300 видов. И каждому нужно уделить повышенное внимание. Что нужно сделать, чтобы животное хорошо себя чувствовало в это время? Обязательно должно быть в вольере укрытие, какой-то угол, в котором более прохладно, в котором есть тенек, куда животное может уйти. Есть такие животные, у которых в вольерах есть небольшие водоемы, это какие-то бассейны или какие-то емкости, где животное может искупаться. Но самым действенным способом защиты в такую жару для животных остается такой же проверенный способ, как и для человека. Это как можно чаще пить воду. Причем она должна быть чистой и слегка прохладной. В жаркие дни воду животное меняют 3-4 раза в день, чтобы в вольере всегда была свежая и чистая жидкость. Но некоторым жителям зоопарка ее недостаточно. Тогда для сладкоежек готовят охлаждающее лакомство – фруктовый лед. В целом же животные чувствуют себя прекрасно и, что самое главное, ощущают постоянный бережный уход. Мария Ильевна, Григорий Плешаков. События.